Итак, добро пожаловать в Симбирск, ныне Ульяновск, старинный город на реке Волги, основан на 1648 году. Мы в центре города, на центральной улице, на улице Гончарова. Гончаров известный русский писатель, и вот этот красивый дом с башней и часами, и есть дом Гончарова. И эти часы, наверное, голос Симбирска. Добро пожаловать на мою маленькую экскурсию. Детский мир. И далее мы идем вниз по Московской улице и смотрим красивые, старинные русские особняки. Скульптура маленького мальчика-разносчика газет напоминает о том, что Даргуля на улице была бойкая и уверенная, и веселая. На Московской улице много и каменных домов, красивые двухэтажные постройки. Вот это здание 1905-го, 1905-го года постройки, начало даже 20-го века. Есть в городе и такая церковь, немецкая кирха. Это именно Московская улица, мемориальная улица, которая была воссоздана. И вот будка полицейского, полицмейстера. Одна большая колончака, красная колончака, это пожарная колончака, а это маленькая пожарная река. И выезжали в полицейском. И сейчас мы подойдем к полицейскому по оригинальной деревянной мостовой, которая, как и крыльясь, улицы города. Ну вот, буду пожаловать. Здравствуйте, голен полицмейстер. Как дела? И у нас все хорошо. Ну, а бережно у вас созданы. И вот здесь вот очень замечательная, очень милая лавка, называется Мелочная. Это гораздо и мелочная. Продавали всякие тут в жизни необходимые нитки. А здесь женщина с покупкой. Вот так. Произвестный дом на Московской улице. Это дом Музея Владимира Ленина. Огромный дом и семья. Последние годы. Самое, наверное, охраняемое и бережливое здание в городе Ульяновске-Симбирске. Огромный, красивый дом. А вот такими каменными стенами мы отделяли деревянные дома от пожаров. Вот такая Московская улица. Красивая, интересная. Как будто время здесь остановилось. Есть бы не машины, которые здесь двигались. Рядом с пожарной частью, конечно, находилось здание полицейского управления. Вот оно с колоннами. И это тоже Ульяновская церковь. Восле женского монастыря. Конечно, народные деревья, но все монастыриные церкви были разрушены. Но вот такая красота теперь существует здесь. В центре города есть небольшой сквер, где стоит памятник историку, писателю Николаю Карамзину. Красивейший старинный особняк Языковых. Здесь проездом из Петербурга в Оренбург оставлялся русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Сейчас здесь музей размещается и различные другие. А вот напротив находится лучшая престижная улица школы города. Гимназия номер один. И, конечно, Ленина. Мы в центре города. Это комплекс зданий, который был построен к столетию Александра Сергеевича Ленина. Это самая большая гостиница, самая высокая гостиница в центре года. Гостиница Ленец. А кому-то она напомнит гостиницу Виру в Сталине. Вот. Это комплекс. Южное здание гостиницы Венец. А вот здесь, яснусь, товаром пломов. Это раньше была березка, валютный магазин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok